За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 90 происшествий. Из них 12 преступлений, 8 из которых раскрыто. По четырем проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 60 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояния алкогольного опьянения. За неделю произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. Пострадал один человек, причинен материальный ущерб. Так, в минувшее воскресенье на автобусной остановке в районе дома номер 44 по улице 60 лет Октября, жительница поселка Искатели 68 года рождения, не успев на свой автобус, видя, что он начинает движение от остановки, побежала за ним, споткнулась и попала рукой под заднее колесо транспортного средства. В результате ДТП женщина с телесными повреждениями доставлена в приемный покой Ненецкой окружной больницы, где и оказана медицинская помощь. По данному факту сотрудники госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В целях профилактики правонарушений на территории округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативных профилактических мероприятий. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, с 13 июня по 15 июля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие МАК-2017. В целях поддержания правопорядка в период навигации, осуществления контроля за убывающим и пребывающим речным путем транспортом на территорию региона в соответствии с федеральным законом от 9 февраля 2007 года номер 16 ФЗ о транспортной безопасности, с 23 июня текущего года до окончания навигации проводится оперативное мероприятие «Навигация-2017». С целью выявления преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также контроля пребывания в общественных местах после 23 часов, 14 июля до 2 часов 15 июля текущего года в Наринмаре проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Комендантский час». Было задействовано 6 сотрудников полиции. Всего проверено место возможного появления совершеннолетних – 12, проверено лиц – 62, выявлено несовершеннолетних – трое, составлено административных протоколов – 3. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД, находясь в городе Архангельске, задержал гражданина, находившегося в розыске и подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом В, части 3, статьи 158. Кража, совершенная в крупном размере. В настоящее время подозреваемый доставлен инициатору розыска в следственный отдел окружной полиции. 13 июля 2017 года в дежурную часть полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве посредством сайта бесплатных объявлений avito.ru. Со слов потерпевшего стражами порядка установлено, что заявитель на сайте avito.ru нашел заинтересовавшее его объявление о продаже мотоцикла. Связавший с автором объявление по телефону, мужчина договорился о покупке и в качестве оплаты перевел на указанный продавцом счет 200 тысяч рублей. Потерпевший рассказал, что продавец с такой уверенностью описывал технические характеристики транспортного средства, а также сообщил ему, что как только ему поступят денежные средства, мотоцикл сразу же паромом будет отправлен заявителю. Мужчина не усомнился в правдивости слов афериста, а как только деньги были переведены на указанный счет, телефон продавца стал недоступным. По факту мошеннических действий сотрудниками полиции проводится проверка. Полицейские предупреждают граждан быть предельно внимательными при заказе товаров через интернет-магазины. Пользуйтесь услугами курьеров и оплачивайте стоимость товара только по факту доставки. Дежурную часть полиции обратила сотрудница Ненецкой окружной больницы с заявлением о краже денежных средств из ее сумки. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 14 июня 29-летняя жительница Наринмара беспрепятственно зашла в одно из служебных помещений окружной больницы, так как входная дверь была открыта, и, воспользовавшись отсутствием в нем людей, совершила хищение денежных средств в сумме 10 тысяч рублей, из лежащей в помещении дамской сумочки. Стражами порядка в отношении злоумышленца проводится проверка, выясняются все обстоятельства совершенного преступления. В другом случае в дежурную часть полиции обратился житель Наринмара с заявлением о хищении имущества из дома. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что четверо знакомых потерпевшего, трое из которых судимы, в ходе совместного распития с заявителем спиртного, воспользовались тем, что он уснул, совершили хищение строительного инструмента на сумму около 34 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Стражи порядка предупреждают жителей округа об участившихся случаях хищения велосипедов, оставленных гражданами без присмотра. Основная причина совершения краж велосипедов – халатность жителей региона, которые бросают свои велосипеды где попало, зачастую при этом не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Так, за минувшие выходные в дежурную часть полиции обратилось двое жителей Наринмара с заявлениями о краже велосипедов из подъездов жилых домов по улице Ненецкой и Хатанзейского. В обоих случаях владельцы двухколесных транспортных средств не приняли никаких мер по защите своего имущества от воров. Велосипеды находились в подъездах без противоугонных устройств. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что хищение велосипедов из подъездов домов совершил несовершеннолетний 2007 года рождения. В настоящее время велосипеды изъяты и переданы владельцам, а юный злоумышленник будет поставлен на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних у МВД России по Ненецкому автономному округу. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают жителей округа не оставлять велосипеды без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед противоугонным устройством, даже если оставляете его на одну минуту. Будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности. Принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества. Сотрудники управления предупреждают население о случаях хищения лодок и лодочных моторов, оставленных гражданами без присмотра. Полицейские обращают внимание граждан на то, что каждый гражданин несет ответственность за сохранность своего имущества. За 2016 год из-за халатности владельцев, которые оставляли свои лодки на берегу на долгое время без присмотра, совершено порядка 13 краж лодок и лодочных моторов. За совершение хищения чужого имущества, статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уважаемые жители округа, если вы располагаете какой-либо информацией о хищениях лодок и лодочных моторов, о местах их хранения и транспортировки, о лицах, причастных к этому, просим обращаться в полицию по телефону 02 или 421-26. Телефон доверия 421-52. Анонимность гарантируется. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя.